всем добрый день меня зовут ольга и вы находитесь на моем канале на канале о рукоделии и сегодня я к вам спешу поделиться новой своей радостью связанным топом топ оберег потому что у него такой получился славянский интересный узор я вам здесь ставлю фотографии этого топа немножко покружусь видеоролики в нем и хочу сказать что спонсором данного видеоролика выступает магазин мир вышивки который предоставил мне пряжу на обзор о пряже я немножко упомяну чуть попозже но также у меня есть обзор на эту пряжу обязательно оставлю вам ссылку в инфобоксе на этот видеоролик а также вы сможете найти у меня в инфобоксе ссылку на магазин мир вышивки и десяти процентную скидку на первую покупку но если вам интересно чисто пряжи да и что она из себя подразумевает а также какие цветовые решения можно придумать из этой пряжи проходите по ссылочке конкретно по пряжи я тоже оставлю ссылку в инфобоксе на именно эту пряжу вот сегодня же я хочу вам уже не только продемонстрировать но и показать все нюансы этого топа но помимо этого топа в данном видеоролике также будет присутствовать топ ю ю на него у меня был уже обзор это нам с вами поможет просто сравнить да потому что связаны они в одной и той же технике просто из двух разных пряж и применен немножко другой узор но сама суть лицевая изнаночная она сохранилась и никуда не ушла так что кому интересно как вяжется этот топ давайте подойдем к столу и начнем наш небольшой мастер-класс всем приятного просмотра для вязания данного изделия нам потребуется пряжа я использовала пряжу летнего состава от анлина от сиам давайте посмотрим сразу характеристики этой пряжи чтобы потом не возвращаться 80 процентов хлопок 20 лен в 50 граммах 125 метров рекомендуемый размер спиц 3 3 с половиной я вязала это изделие на спицах четыре с половиной но плотность вы должны подбирать самостоятельно но изделие оверсайз поэтому я не думаю что у вас вызовет какие-то затруднения в вязании данного изделия именно этой пряжи у меня на размер 46 48 ушло 6 мотков ну и совсем чуть-чуть просто потому что я перевязывала да у меня остались совсем небольшие маленькие остатки если бы перевязание случилось то мне бы 6 мотков вполне бы хватило так как здесь почти полноценный моточек остался вот так топ-оберег для того чтобы для обработки уже готовые изделия нам потребуется также крючок и игла ну крючок может игла заменить крючок ну то есть здесь вот как-то будем смотреть и так начнем с того что изделие у нас с вами связано снизу вверх очень напоминает по своей структуре по техническим характеристикам топ йо-йо у меня на него есть обзор на меня очень просили показать как я вывязываю горловину этого изделия так здесь не дорисовала вот она такая как я вывязываю горловину этого изделия а поэтому я решила заснять этот видеоролик еще раз для тех кто очень хочет научиться так давайте пройдемся по сантиметрам то есть я как обычно нарисовала схему и привожу схему в сантиметрах мой рост 157 сантиметров для чего я это говорю для того чтобы вы понимали что вот этого длина будет зависеть от вашего роста то есть если вы выше ростом или хотите изделие по ней по пониже да то есть полноценный такой не топ тунику то вам потребуется больше пряжи и так от начала до подреза так называемого но здесь подреза не будет будет такой скос вывязываться 30 сантиметров сам скос будет составлять 5 сантиметров это я показываю вам от начала до начала рисунка 15 сантиметров 18 сантиметров потому что здесь идет продолжение рисунка рисунок начинается в данном случае не прямо сначала да а чуть позже то есть это такой какой-то получился этнический топ и поэтому название ему дала такое оберег так 21 сантиметров это у нас пройма 15 сантиметров это у нас плечо вывязывается скос плеча обязательно потому что изделие не сядет по-другому сам рисунок о до начала убавок да так скажем по v-образной горловине 20 сантиметров ну и собственно все все характеристики этого топа он вяжется очень очень просто и сейчас мы с вами приступим к рассмотрению этого топа потом я еще вернусь наверно к своим записям потому что там у меня есть что вам показать так и так топ топ оберег начинаем самого начала наборный край сейчас я вам вставлю небольшой видео ролик как я набирала как я выполняла этот наборный край сейчас мы с вами научимся набирать вот такую вот кромку то есть видите она вроде бы как обычная кромка но в то же самое время такая изнаночная кромка достаточно необычная и не примитивная но в то же самое время она сохраняет свою упругость эластичность вот давайте попробуем научиться сделать такую кромку начала ряда и так берем ниточку отмеряем необходимое количество нам дальше первую петлю давайте вот так попробую ну я просто закручиваю далее как обычно мы держим нить да только теперь смотрите внимательно мы заводим спицу за обе эти ниточки вытаскиваем ее заводим спицу за убить ниточки вытаскиваем ее и протягиваем петельку вот так так давайте еще раз попробуем вот она ниточка за обе петли потом посерединке эту петлю вытягиваем и подтягиваем все видите получаются такие 2 изнаночные петельки далее по техническому рисунку вы вы могли видеть что полотно вяжется вверх цель на до на круговых спицах здесь я для того чтобы мне потом не считать это огромное полотно сразу в начале закладываю так называемый шов но это одна изнаночная петля с двух сторон и сейчас я вам расскажу сколько я набирала набирала я 240 240 петель плюс одна петля 240 петель плюс одна петля как я распределила 119 петель на спинку 119 петель на перед по одной петле изнаночные 59 петель типа полочка 59 петель типа 2 полочка и посередине у меня здесь начинается изнаночная петля узор узор распределяется таким образом в первом ряду вяжем одну изнаночную петлю во втором ряду вокруг этой изнаночной 2 лицевые лицевые будут у нас на с вами скрещенные далее вяжем прибавляем с каждой из сторон изнаночную петлю лицевую скрещенную изнаночную петлю так пока у нас с вами не получится раз два три четыре лицевые скрещенные петли с каждой из сторон вот раппорт этого узора и продолжаем наше вязание до момента пока нам не надо будет сформировать уже и вот этот декоративный элемент по бокам здесь у нас одна изнаночная уже будет заложена и мы с вами будем продолжать вязание вязание будем продолжать вплоть видите до якобы подреза а далее мы с вами будем делать прибавки будем делать прибавки симметрично то есть прибавки направо прибавки налево это я вам сейчас тоже покажу и так сейчас я покажу вам как мы будем делать прибавки прибавки мы будем делать с двух сторон от нашего узора сейчас я выполняю прибавку который у нас с вами находится с правой стороны обратите внимание что данная прибавка начинается не сразу после раппорта нашего узора а с отступом на одну лицевую петлю которая не скрещена сейчас я покажу вам прибавки уже с левой стороны после того как уже вывезен весь узор обратите внимание у нас по раппорту узора идет изнаночная петля следующая петля лицевая не скрещенная и вот теперь мы делаем прибавку из протяжки и данные протяжки друг на друга смотрят ну то есть мы делаем их симметрично они не одинаковые видите и дальше мы продолжаем спокойненько наше вязание вязание по кругу и так мы будем делать прибавки в каждом втором ряду далее мы с вами продолжаем наше вязание по кругу до момента подрезов так каковых подрезов у меня здесь нет но я оставила вот эти вытянутые петли когда я разделила полотно сейчас я вам покажу видео ролик небольшой как я разделяю полотно в этом узоре по пройме для формирования да вот проймы и как я буду разделять это же самое полотно по здесь я правда потом прищепила немножко но слишком низко у меня получилось в образная горловина поэтому я здесь прищепила но размеры я вам дала уже готовы так и значит сейчас я включу небольшой видеоролик как я разделяю это полотно чтобы она была вот таким вот интересным с двух сторон и так смотрите у меня здесь по узору идут и изнаночные петли 2 ряда я значит провязала до по узору и теперь мне нужно во первых разделить это полотно а во вторых сразу начать делать скос скос в эту сторону и скос в другую как мы это делаем в этом ряду мы делаем убавку налево либо так либо кто-то ее делает еще вот так то есть одну петлю снимаем одну провязываем эту петлю натягиваем вот сюда так правильнее на самом деле дальше провязываем до середины вот так я провязываю скрещенную лицевую петлю провязываем провязываем так раз два три четыре и у нас одна лишняя видите одна изнаночная петля она у нас идет лишнее которую мы выделяли но она нам была нужна для рисунка вот она у нас изнаночная центральная петля мы ее снимаем нить перед работой дальше я провязываю лицевую скрещено возвращаю эту петлю и я ее провяжу изнаночной то есть я ее убавлю мне она больше не нужно она мне нужна была для симметрии все теперь я вижу дальше полотно то есть у меня полотно уже разделилась на две половинки сейчас я покажу как я делаю убавки с этой стороны так мы пришли вот к этому моменту когда нам надо сделать убавку и мы ее делаем вот таким вот образом вот так видите здесь мы тоже убавили в эту сторону влево а теперь мы убавляем вправо и так мы с вами разделили полотно до сначала мы с вами разделили пройму и продолжали вязать вот таким вот образом кружась потому что мы еще не разделили перед на горловину потом пришла очередь горловины разделили горловину и начали делать убавки симметрично в каждом втором ряду делали убавки сделали мы с вами все у бабочки здесь мы продолжаем вязать пройму до понятно что мы вяжем уже дальше полотно обратно поворотными рядами и очень важно смотрите как вы выкладываете если вы будете применять именно этот узор узор может быть на самом деле любой может быть самая простая резинка например но она будет смотреться менее эффектно просто посмотрите как вкладывается у вас именно лицевая петля потому что скрещиваем мы ее и в изнаночном ряду то есть изнаночную петлю мы тоже будем скрещивать в изнаночном ряду вот в зависимости от того как вы вяжете бабушкиными петлями или классическими будет зависеть как вы будете вывязывать эту петельку скрещено попробуйте на образце все у вас получится обязательно потому что первый раз когда я вязала у меня тоже не особо получилось красиво у меня от на по в одном случае поворот шел в одну сторону в другом случае в другую потом я уже сообразила и все пошло веселее так как я вязала я вязала две полочки одновременно потому что пряжа не бобинная моточная значит я могла спокойно подсоединить два матка и мне не надо было потом высчитывать ряды соответственно мы вяжем обратно поворотными рядами полочку я сначала две полочки связала и потом уже спинку подгоняла под полочки так удобнее на самом деле но кто как привык смотрите что дальше мы с вами здесь делаем бабочки здесь ничего не убавляем вяжем полотно вверх доводим до момента когда нам надо уже формировать скос плеча мой скос плеча как делала это я вот она схемка мы с вами оставляем эти петельки также не не довязываем вот смотрите мы с вами например на примере этой полочки мы с вами связали в этом направлении не довязываем петли узора разворачиваемся вяжем в обратном направлении до конца разворачиваемся не довязываем 4 петли на 5 разворачиваемся далее опять возвращаемся не довязываем 3 петли возвращаемся не довязываем две петли и так по схеме и у нас здесь останутся открытые петли эти петли мы не задействуем то есть мы до вяжем и обратно спустимся вот спустимся обратно также мы проделаем такую же манипуляцию с этой стороны и оставляем петли все открытыми потому что здесь мы потом будем либо сшивать как в данном случае либо я вам покажу другой метод сшивать можно до методом петля в петлю можно найти массу мастер-классов хлопок не прощает обид поэтому здесь видны огрехи но если вы хотите чтобы она выглядела вот так то я вам сейчас покажу как я это делала как я и вывязывала именно вот такой вот ролик как я делала здесь ролик сейчас я вам вставлю видеоролик как это делается и так сейчас мы с вами будем соединять плечо при помощи крючка для этого но прежде чем приступить к соединению мы с вами посмотрим что у нас получилось я закрыла аналогичным образом да как и впереди два плеча сделал вывязала скос плеча но у меня петли отличаются по количеству от переда то есть на спинке у меня на раппорт вот этого узора петель меньше то есть эта планка будет продолжение еще по спине поэтому у нас с вами должны совпадать вот эти вот петли количество вот этих петель на этой спице и количество всех петель на спинке так что мы с вами будем делать мы с вами будем соединять эти две половинки для этого нам надо определиться с какой стороны у нас будет косичка косичка у нас будет со стороны лица но соединять мы всегда будем от рукава к горловине поэтому два плеча у нас два соединения будут не одинаковые сейчас мы с вами все это рассмотрим итак одну петлю мы берем все это спицу а Продолжение следует... 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 крылья вот эти они были одинаковые по количеству петель вот и первый раз когда я связала у меня получилось так что очень много петель было в работе и изделие вот так вот fall deal а то есть она не собиралась да не ложилась вот так вот она у меня приблизительно выглядела это было некрасиво я распустила и заново набрала петли петель набрала меньше будет зависеть еще и от пряжи потому что когда я вязала вот этот вот это изделие у меня таких проблем здесь не было то есть я набрала и сразу у меня все получилось я набирала в каждую так две петли одну пропускал две петли одну пропускал и все у меня было прекрасно и нормально то есть все таки от пряжи очень много зависит поэтому обращаем на это внимание если у вас первый раз не получится ничего страшного эту планку можно будет распустить до саму планку заднюю и теперь давайте немножко поговорим о деталях о деталях этой планки двух планок сразу смотрите что получается здесь я набирала просто лицевые петли сразу лицевые петли то есть у нас с вами будет уже уже готово плечо то есть мы его либо сошьем либо методом трех спиц вот таким вот образом декоративно сделаем да уже все у нас она уже будет сформирован у нас останется только отсутствующая планка на спине спереди там планку уже вывязали эти петли мы не закрыли мы их оставляем открытыми мы их оставляем также открытыми и вот теперь подсоединили нить и мы с вами набираем петельки я набрала получается 22 петли 10 петель до которой ровно у меня сразу закрыта 22 петли и пришла сюда и здесь я начинаю вязание свое этой планки планка вяжется туда-обратно 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 то есть и каждый раз в каждом ряду я прихватываю петельку которая у меня со стороны спины то есть я вяжу последнюю лицевую петлю и лицевую петлю со стороны спины вместе слитно соединяю то есть как будто сокращаю их разворачиваю вязание вяжу в эту сторону по рисунку вяжу в обратную сторону и опять последнюю лицевую петлю соединяю с петлей спинки и так на протяжении всего-всего вязание пока у меня на спицах не останется то количество петель сколько здесь и здесь я уже сшиваю видите то есть этот шовчик он будет небольшой и здесь уже от вашего мастерства зависит как вы сошьете ну вот у меня не всегда получается аккуратно но этого на самом деле не видно в полотне поэтому вот вот такой вот секрет вывязывание этой планки и я думаю такие мастер-классы есть на каналах но я на самом деле ни у кого ничего не подглядывала поэтому вязала сама так а здесь у меня я набирала изнаночные петли видите вот она это вот дополнительная кромка это изнаночные петли а когда уже вязала в обратном направлении я вывязывала уже лицевой петлей то есть с одной стороны у меня была лицевая петля с другой стороны изнаночная вывязывала лицевой петлей получался вот такой как будто бы двойной рулик видите вот это изнаночная кромка а это лицевая это самая петля и получается такая как двойная объемная кромка которая немножко играет совместно да вот продолжение вот этого соединения в методом трех спиц вот разница двух этих полотен в своем небольшом подключение я вам показываю этот метод но этот метод тоже хорош смотрите абсолютно разные узоры до самые примитивные простые а смотрятся они по-разному и изделия тоже смотрится по-разному хотя здесь тоже правда самого начала идет вот этот вот узор путанка да вот представляете вот такие вот у меня получились летние топы мне все очень нравится я ношу эти топы с удовольствием выгуливала в плюс 25 даже без ветра мне нормально но здесь конечно же все будет зависеть от вашей терморегуляции как вы воспринимаете тепло если вам жарко и в 15 градусов то лучше из такой пряжи не вязать но если вы такой мерзляк или северный человек который хорошо одевается поэтому не мерзнет тогда это ваш случай вяжите с удовольствием вот ну а с вами была ольга надеюсь что мы с вами встретимся в новых видео роликах если вам понравился этот обзорный опять же мастер-класс ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал я думаю что нас с вами ждет очень увлекательное путешествие в мир вязаных изделий всем пока пока